Ну шо, ребят, привет. И привет, донастер, который заказал лича. Сумму я называть не буду, но я скажу, что эта сумма проходила примерно полгода. Чувак задонастил полгода назад примерно и сказал, типа, Дэн, нужно срочно записать лича четверку через Аганим и рефрешер. Ну, типа там, ну, даже просто через Аганим, через Ультимет, типа, красиво, чайник летит. Я сыграл попыток 6. Нихуя не вышло. Я такой, типа, ну, наверное, личетверка говно. Он написал ему, бро, давай запишу, как есть. Он такой, ну, ты можешь, окей, записать, как есть. И там так вышло, что был перерыв, потом еще перерыв, потом еще что-то. Все завертелось, заказ забылся. Я такой, типа, блин, ну, не напоминает, значит, чувак забылся, наверное. Ну, напомнит, я сразу же запишу. Проходит время, он напоминает, я опять пробую записать Аганимного лича, у меня опять не получается, я опять забиваю хуй. И вот третий раз у нас происходит момент, где он заказывает лича. На этот раз он говорит, вот что, я сейчас озвучу донейшн вслух. Привет, Денис, переувидел тебя на флэ... А, нет, не то. Это не то, у нас лич чуть выше был, да, чуть выше. Давно тебя смотрю, это класс, спасибо за конец. Очень днюю, когда я прошла в YouTube, хотел бы видеть лича 4-5 пост на твоем канале, давно написал об этом коммент, надеюсь, сегодня дождусь и не голодай. Если это был ты, хотя коммент не похож на того человека, который лича заказывал, то спасибо. Если не ты, то еще более прикольно, два в одном сделаю. Сегодня будет лич пятерка. Ёб твою мать. Фишка в чем лича пятерки? Не в том, что он какой-то ультимейт, пауэр, хиро, там вот это все говно. А в том, что он просто стандартный персонаж. То есть буквально ты играешь на пятерке, ты можешь его пикнуть и не прогадаешь, ты стабильно отыграешь чуть ниже среднего. Ну то есть я не говорю, что ты отыграешь хорошо, не говорю, что ты играешь плохо. Чуть, ну типа ниже среднего. Потому что, ну буквально персонаж не имеет выдающихся способностей, которые делают из него невероятно сильного героя. Он просто окей. Он может выиграть трейд один на один тышками, вот таким вот образом. В стиме недавно стартовала весенняя распродажа. Это лучшее время, когда стим снижает цены на игры вплоть до 75%. Это один из лучших моментов, чтобы заполучить себе одну из новинок. Ну а максимально выгодно это сделать можно через сервис КупиКод. У них самая низкая комиссия на рынке. Также на КупиКод собраны игры, которые ты не можешь найти на странице магазина стим. Тебе не придется создавать новый аккаунт. Купленную игру ты получишь на свой стим. А по моему промокоду комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтов. КупиКод это больше, чем сервис пополнения. КупиКод это игровая экосистема. Они делают упоры на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Весь процесс пополнения легкий и безопасный. Все, что тебе нужно, ввести логин и ввести промокод. Применить его и нажать оплата. Сервис не запросит твоих данных, только логин, который нужно пополнить. Ваш аккаунт остается в полной безопасности. А для уже зарегистрированных пользователей есть небольшой бонус. Физбэк на каждое пополнение и покупку. А еще через КупиКод ты можешь пополнить казахские аккаунты и аккаунты других стран по очень выгодным ценам. Ну и приятного просмотра ролика. У него сильный нюк. Он этим нюком реально может разбить яблища. У него неплохая тычка. У него сильный террорист килл, который уменьшает входящий физический урон. Но минусов у него куда больше. Это его МС. Это отсутствие стана полноценного. Я не говорю, что третий это не стан. Я говорю, что полноценный стан. Это, ну, скилл немножко отличается. Кстати, ты умер, дружище. Да, вот. Ну, за счет тычек на старте можно так задоминировать линию, понятно. Вот. Ой, аккуратно, аккуратно. Назад. Пас ебал. А, он не стал ее идти убивать. Вот. Если ты линию будешь доминировать, как я, да, ну, то есть, типа, ну, стоп тычковать, может, у тебя получится. Но я говорю по себе. На мейне я на мейне миллион уже игр на лече сыграл. У меня, ну, вот игра либо супер говно на лече, где я бегаю 0.20, либо супер крутая, где я бегаю 50.0. То есть у тебя, ну, нету что-то среднего. Я постараюсь показать, конечно, что-то среднее, но я вам просто говорю, что в основном герой не такой сильный, как кажется. У него слишком много минусов. Я рекомендую, прежде чем играть на этом герое, изучить его минусы. То есть только потом играть. Если ты пойдешь играть, а потом будешь думать, блин, Дэн говорил, что он сильный, но у меня ничего не получается, бро, ты просто не так меня услышал. Герой фекалия, ну, то есть, у него реально нету сильных способностей. Чайник слишком рандомный, долго летит, щит мало дэмэджа, все, что он делает, это, типа, уменьшает урон, немножко отпушивает линию. Линию отпушивает слабо, шард слабый. Пичка, вот, как вы можете заметить, даже по крипам не летит. Я ее дал, она просто не прилетела. Видите, это дота так работает. Я не заблочил кемп? Охуенно. Вот. Все, что у него есть, это неплохой лайнинг. То есть ты буквально можешь линию за счет первого скилла поспамить, купить 50 манго себе, базилку, арканы. И если вдруг так совпало, что враг проебался, и у него внезапно отказали руки, и он решил под крипами подставиться под первую гранату, и получить от тебя 50 тысяч, в ответ не дав ни одной, и ты не разменялся, затрейдился. Окей, ты к гетлаке, так сказать, тебе повезло. Поздравляю тебя. Ты выиграл, блядь, в лотерею, иначе объяснить это невозможно. Потому что буквально, чтобы наличие выиграть линию, нужно, чтобы враг проебался. Вот, вот это должно происходить, вот это, гайз, вот это. Если у вас это не происходит, значит, вы что-то не так делаете. Какие моменты важно знать по личу? Такие фишки, которые знают, ну, немногие. Во-первых, забери лотос. Во-первых, есть фишка, что щиток не работает на крипов. Я имею в виду дэмэдж, поглощающий от щитка, не уменьшается от крипов. Блядь. Ну, стрелами мажут постоянно, у меня одной стрелы еще не попало. Если ты играешь, вот ты... Тебя убивает бруда с 50 паучками. Ты кидаешь щиток, и она тебя убивает, и такой... Лич говно не сработало. Бро, так не работает. Просто щиток не работает на юнитов. Об этом мне написано вот тут. Но это вот, к сожалению, так. И ничего с этим не поделаешь. Не знаю, почему. Дота так решила просто. Я отдам щиток, потому что против героев он все-таки работает. Против героев можно его издать. Кстати, спектра еще за линию до дагера не кинула. Держу в курсе. Найс. Ну, в найс смысле, я сделал вид, что добил. О, первая стрела. Поздравляем. Я не спамлю кьюшку. Потому что я хочу кьюшкой по-двоим попасть. Либо под нее сделать пару тычек. Тут я не сделаю пару тычек. Я заблочил боди тогда. Он снова разблочил кэмп. Да, я снова заблочил кэмп. Ну, только на этот раз уже честно заблочил. Все волшебно. Все, братик, я помогу немножко. Гранатку высру. Ну, что, точкам, да, вот в этом плане лич может обороняться на линии. Вы сами думаете, понимаете, что слишком много минусов в персонаже. То есть я буквально что-то кинул, я уже запушил линию. Хорошо ли это? Я думаю, очевидно, что нет. Ни застаток маны, ни возможность ее хоть как-то сдиригенить без базилки или аркан, чего-нибудь такого. То есть, ну, у тебя реально у героя, ну, нету способностей. Постоянно гранаты нужно таскать. Бывают игры, понятно, когда ты можешь что-то на нем сделать кайфовое. Но в основном герой, ну, просто фекалия. Мне показалось? А, это веточка переложилась просто. Вот, сейчас спокойно выпулем. Так вот, бам, подходим. Найс, выпалили с кайфом. Клупакулю. Базилка едет, смотрите, у меня есть сборка в доте, ее дел анимали, а мой старый братишка, он ее переработал под реалией, по-моему, прошлого патча. Но она в этом патче абсолютно такая же, вот абсолютно такая же. Поэтому, если вдруг вы хотите играть на личе, вот сборочка есть, делайте. Вот, именно вот так вот, бам, 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 бам. Ничего сложного, гайс. Ничего трудного. Я Ешку нажал, чтобы маны немножко подсосать у него, потому что он ману тратит, а я нет. Вот. Я, кстати, пробовал бил через макшены Ешку, и не зашло. Да, еще какая-то фишка есть. У вас, если аганимы есть, то вы в аганиме можете использовать способности. И они не сбивают Ешку. Найс. Замедление приятное очень. Прям кайфовое. Не добьем. А, добьем, он заслопился об скелетика. Повезло. Там лотос сейчас будет. Ты че, дружище, ебанулся там совсем? Я, кстати, не смогу забрать лотос, но я смогу туда хотя бы Куру убить. Я не смогу забрать лотос. Ну, он же пойдет за ним? Он по любому пойдет. Это просто линия похожа. Охуй. Он не смог похолдить, я должен так сделать. Не везет себе. Или мне сейчас не повезет. А, нормально он в миде. Забрать визду можно попробовать с таким ХП. Звучит, конечно, как авантюра явейшая. Но... На личик, кстати, нормально вполне быть 0,20 и просто щиточек в дыраке кидать и быть в этом плане полезно. Он видел количество моего ХП, он сейчас за мной побежит. А у меня есть какой минус у персонажа? МС-320, guys. С МС-320 ты улитка. То есть ты реально заходишь в бар, и тебя бармен когда выпинывает, ты через неделю возвращаешься. Вот это сейчас происходит на ваших экранах. Так, СП-шку дополнительную. Пачка прошла. Мы сейчас так вот пройдем. Бам. Сейчас башня как дастер звучит кулаком. А я тоже на руне. Макси щиток, в принципе, звучит как вполне логичная идея. Бам, вот так вот. Ну типа я забудился о ТП-шку. И похилился, сейчас вернусь фуловой. Спектруша, братуша, с хорошим левелом. Вот наш билд. Капелька, базилка, этот хэт. В идеале, смотрите, если вы базилку купили у вас линия хорошие арканы, если плохая, то транквил. И тут вот вы можете выбирать сами. Стих играет уже по ситуации. Можно заметить, я ни разу еще... Можно напасть, слышь, мэри. Нормально, хорошо вышло. Я еще будет у меня первый. Как ЦМК, на самом деле, в этом плане похож по геймплею герой. Это бьет сам. Хорош, легенда. Вот, ну я думаю, арканы себе сделаю. И потом только солярку сразу же. Первым я не стакну. И тут два крипа. Есть шанс, наверное, микро шанс на стак. Найс, успел. Очень повезло. Он линию пушит. Молодчака. Так вот, сделаем. Сейчас тут вард ставится. Мне еще нравится, знаете, чем лич, гайз? Что буквально с макшеного второго скилла твой герой вообще никак не усиляется. Ну, то есть, что там чайник дает? А, ладно. Ты на седьмом левеле апаешься в максимум фрошилд. Или там на восьмом. А дальше твой герой вообще нихрена не усиляется. Буквально. То есть, на нем ничего не становится сильней. Но. Но потом, на двадцатом, у тебя появляется ланда применения чайника при смерти. И вот там ты реально можешь стилер навалить. Прямо такого стиля знаешь, что никто и не ожидает. Так, возьмем аркан ринг для братика. Дадим аркан рингом. Думал добить первым, но подумал, что куда правильнее оставить ману на ТП. Потому что у меня нету сейчас возможности перегениться. И если что, прилететь с чайником куда-то. Там в боте движуха. Я, в принципе, могу, если потребуется, прилететь. Деньга. Карто, бля. Все. У чайника очень плохая анимация. Ну, как у скилла. Не советую его вообще кидать рандомно. Только в драке, когда на вас нападают. Там рубик летит. Но я не могу туда лететь. Как будто бы это... Кринж полнейший. И рубик отменил, что тоже хорошо. Мы в топе очень линию сдоминировали. Это очень радует меня. В принципе, могу идти тройку уже настакивать. Кстати, я могу его за ульту ебать, если мне повезет на чайник. Смотрите. Как я делаю? Я кидаю просто чайник с префайера. И к себе притягиваю. И рассчитываю, что чайник к нему лишний раз отскочит. Еще разок к нему, пожалуйста. Ну, я говорю, если повезет, то изи. И пойду стакать троечку. Ну, там чисто рандом плюс ВК немножко обосрался. Не каждый ожидает, что на тебя выйдет лич с чайником на девятый. И ближе тебе прям в пачку закинет. Ее могло раньше убить. Могло вообще не повезти и тупо по кейпам прыгать. Но мне повезло. Я доволен. Стак делаем сразу же. МС у героя прекрасный, кто может заметить. 290. Всем советую побегать на нем. Инвалиды чисто на коляске гоняют. Вард на стаке на будущее, чтобы к нам никто не помешал. Делать то, что мы делаем. Бам. Вард переложили. Кларити довезем. Гранатка. Все, больше гранатки не покупаем. Это последнее. Я думаю, я могу тут просто стоять под ботом. Если что, помогать в боте. Я хотел притянуть его. Нойс. Прикольно вышло. В спектре легенда. Достал щеточком. Дальность щеточка очень большая. Возможно, щеточком подзамедлю. Сам же после того, как кину, подвыйду чуть-чуть. Да, еще прикольный момент. Щеточек не работает на дровку. Вроде как. То есть, если дровка бьет ультой, то щиток не прокает. Держу в курсе. Арканы не жму. Аркан ринг. Потому что хочу дровки ману залить. Не дровки, а спектре ману залить. Я опять играю на стаке. Потому что у меня есть герой, который фармит. У меня Магнус, который даст им пауэр. Который не прокачан. У меня спектра с дисперсией в 2. Которая нажмется под щитком. И быстро закачает кемп. Короче, у нас есть что делать. Вражеский вард сломаем сразу же. Чайник у нас есть. И чайник можно найти хороший. Ищем. Вражеский вард сломали. Ну я не буду под башню давить. Так, это глупо будет. Подведем чуть-чуть. У меня чайник есть. Я знаю, что от башни не помогает. Че поделать. Может про чайник мы в еблище закинуть, гайз? Почему нет? Туда просто, блядь. За шивартом, а? Ладно, не будем. Я, честно говоря, кинул чайник. Потому что рассчитывал, что... Блядь, спектруля. Братуля. Подойди. Успел. Найс. Засейвали. Моя, кстати, не убиваем. Потому что у меня дастов нет. Нормально. Не блажь? Хорош, легенда. И надо Аркаш кидать кому-то. Вот так вот. Просто по всем нажму. Ну, типа, просто, блядь. Реально, герой такой интересный для записи. Чувак заказал. Ну, кайфуй, бро. Две кнопки в драке нажал. Идешь, а фк стоит. Кайф. Кайф, сказка. Ну, че. Дальше солярка. Просто сразу же. Солар. Самая лучшая там налича. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что этот скилл уменьшает физурон. А солар дает барьер. Соответственно, когда вы даете солар в братишку, то солар длится больше и дает больше. Потому что вы и так уже уменьшили. То есть там умножение друг на друга с уменьшением урона. Вы не просто даете армор. Вы еще в этот армор уменьшаете урон. И в сумме это пиздец сильно. Проблема в том, что в реальной игре ты очень редко получишь эти айтемы. Просто потому что наличие ты не можешь отпушивать линии. У персонажа очень слабые кнопки для отпуша. Если даже ты щиток кинешь в пачку, не всегда пачка умрет. И очень сложно каесить в этой пачке крипов. Скилл, на самом деле, в эре слабый. У меня не получилось такнуть или мне показалось? У меня не показалось. Боти дрочильня адская. Щуточек в 4, потому что это самый эффективный скилл на своей прокачке. Крипочка W для отпуша линии просто. Ну, как можно заметить, не помогает щиток от крипов. Что, к сожалению, странно. Это также работало раньше на Медведя Лондурита. Сейчас не знаю. Смотрим на бот. Возможно, поможем. На фурии, да-да. На фурии не забудь руну забрать у них. Все, сказали. Ну, если куисосы обнагляют, то, в принципе, можно. Там блинка еще нет на Магнус. Не знаю, чем без блинка хотим. Я лес сломал с помощью Ешки. Надеюсь, поможет стакнуться. Да нет, за что, дрожище. Легенда. Я кинул чайник, потому что рассчитывал, что он прыгнет в команде. Там есть курсап. Бля, я не отошел. Нормально. Дай щиток мне. Дай щиток мне, пожалуйста. Да нет. Впачку за все. Картопля. Картопля. Получилось, картопля. Ну, бля, герой, конечно, супер медленный. В этом смысле. Блядь. Ну, я хотя бы сентре поставил. Я мог феррик, наверное, нажать. На меня капли все она не спасала. Появился пейвис. Бля, варды ставить сложно на героя. В центре сложно. Ломать варды еще более сложно. Ну, ладно. Сделали этот... Сейчас сделаем солар. После солара ебану себе глиммер. И там уже, если игра затянется, то я себе сделаю аган. Вот так. Ну, тем что дает аган, вы ешку можете использовать в ООЕ. И что самое крутое, можно в эту ешку кидать кнопки. Вот. Урок, кстати, украл у врага легенды. Ободок там подкачаться хочет. Да. Все можем зафармить. Просто бей. Да, останьте. Сейчас ради будет, я заберу. Н6 заберешь. Ого, клондайк. Ого, хорош. Вот видите, с кайфом закачали стаки. Под соларом. Ну, под повисом я имел ввиду. Да, еще ешка очень много по крифам урона носит. То есть... Да, я забыл, ебать. Самый лучший момент, когда вы можете пикнуть лича, это в контрпик бестмастеру. Вы кабанов ваншотаете. Просто ешку в кабана спамить и все. Хорош. Не заблочил на магнусе легенды. Там разблочили, так и... Бля, ну тут опять враги, да, стоят? Я могу взять просто уменьшение урона и кайфануть. Психопат зашел, просто вард сломал. Видно я спектрулю. А у меня нет хила на героя. Че я могу поделать, блядь? У меня ничего нет на героя. Нету хила просто. Как играть? Скоро тебе радик там? Вроде должен быть уже. Да, летит. Ебаш, ебаш пачку. Вообще, в теории, могу нажать ему инвиз. Показать крипов, чтоб культу эфириона пробило. Как тебе такое, слышишь? Стой, и жги их просто. Кинжал кидай. Кинешь кинжал? Ну, блядь. Ощущение, что он... Он, блядь, дур... Дуринда! Могу я топ задефать? В принципе, да. Ну, шмак, ну, сможем с тобой мувики в топе намутить. Он, лак, в пачку улетел чайник. Нормально. Хорош, на магнус. Легенда. А вот хуй тебе, Непи, сегодня. Мы уже дали. Вот, даем солар, повис. Чувак не должен умереть. Вот так и работает лич в таких моментах. Кстати, да. Когда ты контрпик кого-то физдпсного, лич реально неплохо выглядит. Покебись, бро. Да, еще когда лич прикольный, там есть сборка через... Филактерию. Если ты берешь наличие филактерии, у тебя там с первого скилла дэмэджа просто какое-то космическое количество. Да, 0 крипов, пачку убил, гайз. Заметьте. 0 крипов, пачку убил. 0 крипов. Ну, мы, очевидно, ищем деньги. Зачем я гранат купил, я не понял. Денег нету. Берем тогда скорость бега, очевидно. Ну, и эту нейтралку мы не перекладываем. И, в принципе, можно иншейить. Сейчас будет забрать. Эту пашку забыл копить. Ну, отец, сука. Он первый украл, но это слабый скилл, на самом деле. Это дэмэдж, конечно, сказка с Ешки. По крипам. Только по крипам. По героям полная хуйня. Если, например, у Леона, типа, высасывал дэмэдж и носил. Было вообще прекрасно. Солар появился. Тему на ману мы оставляем. Тут поможем. Солар дадим. Благо, Солар на плане хорош. Да, еще нужно помнить, что Ешка ману высасывает. Типа, можно в лесу, по идее, вот так нажать. Ну, и видите, да, насколько дохуя ману я высосал в скобках. Ноль. Полезный скилл. Very полезный. Very пользаful. Пользаful. Я стою рядом, просто, чтобы нажать W и S в братишку. Здесь он плохо будет. Верик, в принципе, можно продать. Есть. Я продам. И пора смаки скупать уже. Помогли, Кварите, отпили? Побежим с командой. Там кого? А, у Мираны. Батку надо помочь. Блядь, со мной льта опокнула. Я успел ульту кинуть. Ну, он меня ультанет. Ну, вроде как похуй должна быть. Типа, когда в сапа нажимают ульту, это очень хорошо. Он мог буквально в любого рядом со мной ультануть и убить. Он решил меня нажать. Ну, я не против, на самом деле. Хорошо, драка. Насчет глимера я не уверен уже. Как будто бы глимер хует, а. Можно ранний гем купить и с гемом идти варды ломать и, в принципе, доминировать мапом. У нас для этого все есть. Сабелька и т.д. Я не уверен насчет глимера. Да и агоним тут как будто бы не суперпиздатый. Давайте агоним попробую просто для записи, потому что чувак очень, ну, долго просил. Так не дождался. Попробуем все-таки купить. Я просто объясняю, что наличие ты укради рону на фуре и сможешь. Хотя нет, ты не сможешь. Тогда я заберу нашу просто. Кстати, возможно, речь может соло-тормента убить, но это маловероятно. И, кстати, шар то реча явейший, если что. Ну, Чайник 2 это мастхэв. Бежим команде. Солар в себя. Не забрал уже. Такой очень специфичный персонаж. Редкий гость в некоторых играх. Больше не скажешь. Давай, красавцы. Мы с гемом подчекаем хайграунды. Кру обязательно рядом с собой вводим, потому что потенциально нам с гемом она потребуется, если нас убьют. Ставим опс. Нашли вражеский сентри. Еще вражеский сентри нашли. Я могу, на самом деле, даже опс чужой сломать. Есть. Мы заходим. На спектр. У спектра ульты нет. Слышь, аккуратен, Вагнесс. Что-то хуйню делал какой-то. Он у него заревелился. Тут герой фармит. У тебя смог заревелился. Можешь пробовать вывести отсюда. Он фармит до сих пор там. Но уже поздно. Все, выйди, выйди, выйди. Сентри поставили, подвышли. Курить все к себе. Ну, мы под вардами. У нас хорошая позиция, парни. Надо нападать. Убейте эту хуйню, Магнус, брат. Я пиздат, убей их. У нас мы под вардами. Мы их видим просто как на ладони, guys. Мы должны их хоронить тут. Они еще ультмиран нажали. У меня гем, парни. Давайте, please. Они все по центрями, под вардами. Пожалуйста. Кто-то. Давай на Магнус. Вперед. Сейчас ультмирана кончится уже. Бля. What the fuck am IC. Да пиздец, что я вижу на своем экране вообще. Они еще умерли, блядь. После таких спелл-юзаджей. Ладно, я тоже ебану туда кнопку. Из-за пачка. Сейчас так это спевает. Не спеваю. Найс. Зачем мне интеллект, если я могу взять? Меня курицу убили. Вот тут, каким-то образом. Гринч. Ой, не заметил даже. Кто ее убил-то? Что, блядь? Нитралы убили курицу? Вы что, блядь? Какие? Какие нейтралы? У нас нет нейтралов. Другие мне отдать. Ни одного крипа не могу убить. Ебаным вторым нюком. Это же вообще мертвая кнопка. Что, идем дальше? Нчайстакать, что поделать? Все хотят ебашить крипасов, а мы с этого кайфанем кэшбэком. Ну, ни одного крипа не убили с помощью щита, потому что скилл говнища. Ноль урона, блядь. Ну, не знаю, 50 урона за тик. Это же вообще пиздец. Это должен был умирать только что, кстати. Нат, фармят, все хотят бить крипасов. У меня с антри моего сломали. Там, скорее всего, арс стоит. Через 10 можно подойти и чекнуть. Там Мирана, может быть, я не готов туда идти. Ну, я не вижу в топе героя. Вполне может там герой оказаться. Ладно, я рискну. С Магнусом есть. Я вард хочу сломать. Гемом пораннее, особенно если враги на очке, зажимаешь их. Гемом просто всех вард ломаешь. Можно и сентри практически не тратить. Хотя против Мирана так не работает. Я стакну. Я уверен, они не стакают свою тройку. Дровку ее фармят. Митасик, Мазошторм. Пошла качка. Можем драться в топе. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Ты в слове не бойся, забыл предлог не, бро. Можешь помочь? Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Ля, ну, слишком неудобно там с тобой быть. Магнус просто идти нахуй. Такой злой червяк. Злой червяк. Злой червяк у нас играет. По-моему, неплохой никнейм. Хочется гем нафидить сейчас. Так, подблочи именьши немножко. Ля, ну, ребят, не оставляйте мне тут одного. Поебалим. Меня оставили одного. Ну, ладно. Так, вот, оставляйте мне тут одного. О, обсяк. Дотяг! Ну, все снова фирмить пошли. Игра с каском. Поэтому, кстати, я лича не рекомендую для игры в соло. Герой командный. Заебешься просто бесконечно бегать в соло. У тебя просто команды не будет, скорее всего. И смысл этот Магнус вообще от этого. От лича. Все вот лес ебашат, лес ебашат, лес ебашат. И мой братишка-подписчик, с которым мы пытаемся что-то делать. Охуенная катка. То в конце начнет пиздеть, что команда плохая. Когда катки капут произойдет, там уже начнутся сопли. Слюни, сопли. А, он ультой мне заруинил стак, да? По смыслам. Ну, а хули делать? У нас в игре ничего не происходит. Могу себе позволить чайник нажать. Чем на варлоке я бейтези закачал. Два сапа, ебем. Божаки. За руны пойду. Ладно, выйду в Аган. С Аганом что-нибудь придумаем. Че тут у нас есть? Да хуйня полнейшая. Все нейтралки, я не знаю. У меня просто, ну, это невыносимо. Давайте возьмем в простав просто силы дополнительные. Опоросик. Выйдем в лейт. Возьмем вот эту тему на Синдерстергейс, чтобы, так сказать, через Аганимчик поиграть. Ну, мне непонятно, почему все лес ебашут. Я не уверен. Они вроде не в тильте. Себе отсюда. Скотина. Надоел башню бить. Вообще, раньше был крутой талант вот этот. Да он сейчас есть. На фрошилд дает здоровье. На башне работал. Проблема в том, что его никогда в игре не мог купить. Так он заебал, нахуй, а не ультовать он стоп. О, он для дровки это сделал. Я с гемом иду один в них. Потому что уверен в себе. Там. Что, брат, да выебывался? Думаю, да. Думаю, да выебывался. Псковское быдло. Ну, айс, добил крипа. Наконец-то щетком получилось крипа добить. Вот этого не сможем добить, да? Добил, ладно. Слишком слабые кнопки для отпуша линии. Персонаж просто не может это делать никак. Ну, как, блядь, представь. Ты на Леоне стан в пачку дашь, ты уже добьешь хотя бы одного крипа. Тут вот эту хуйню невозможно добить. Только первым добивать нужно. Вот опять крипа въебал одного. Позор. Паунти. Еще 18-й получим. Ну, это, кстати, прикольно, да, что можно тут для подфармливать. С Аганимову реально подкачка пойдет, кстати. С подкачкой можно будет делов наделать. Как будто бы ты никогда в реальной игре на Личе не купишь только. У меня просто игра такая фришная. В обычных играх такого не выйдет. Сейчас, сколько я уже с кемом вардов наломал? Я уверен, что я купился уже 50 раз. Вначале жопа горит. Они пишут АФК, но они не догадываются, что мы тоже АФК. Кайф. Вот это кайф. АФК не играет. В смысле? Что-то доделает. Вот, к слову, почему мне не получается записывать Лича с Аганимом? Игра легкая. Ты сносишься, Аганим не нужен. Игра сложная. Ты не можешь камбэкнуть, потому что не купишь Аганим. Невозможно играть на Личе с Аганимом. Это говно ебаное. Вот, ну типа, все. Весь мой Аганим. Я для себя хотел нажать, но я не видел, что башня есть. Очень сильный скилл. Не буду чайник к нему ебашить. Падла. Сейчас Ешка откатится. Может, с Ешкой влечу. Ну, типа, что-то такого чувак хотел увидеть. Ну, вы сами представляете, что в реальной игре это пиздец как трудно сделать. В большинстве игр у тебя это просто не выйдет. Просто кнопка, ну, как будто бы не работает так, как должна работать. Только если на мид Личе так играть. Но мид Личе это как будто бы совсем не то. Причем, минус в том, что ты Ешкой мясануть можешь еще. У тебя же Ешкой появляется шанс мясануть с Аганимом. Ты такой, знаете, минус условный. Как массовый Хекс Леона минус. Победа. Анлак, что катка, типа, такая легкая, но герой такой. Ты либо легко побеждаешь, либо легко проебываешь. Я не помню сложных игр на Личе, где от тебя многое зависит. Я не буду Аганим нажимать сейчас. Мне нужно дождаться Р-ку. Ну, примерно так, чувак, скорее всего, хотел увидеть. Но вы сами понимаете, что в реальной игре это очень сложно сделать. Типа, в реальной игре ты никогда это не нажмешь. Кстати, вот талант на Чайник под смерть очень круто работает. Я один раз такую игру выиграл. На стриммерт с баттля. Сейчас я сдохну. И сейчас, может быть, даже не сдохну еще. Дамся в Соллар. Пробую Ешку нажать. Не, не вышло. Вот, Чайник полетел. А куда Чайник хуй по мне? Короче, не знаю, гайз. Пробуйте, если хотите. Сборка будет в доте. Причем обновленная на этот патч. Но я не рекомендую Лича в этом патче. Чувак хотел увидеть. Надеюсь, чувак кайфанул. Круто провел время. Лично мне лично не особо интересен. Даже когда такие моменты делаешь, думаешь, бля, ну я бы просто на Варлоке три раза бы уже игру закончил. А тут как бы даже играет, ну, типа тяжело. Просто линия. Всего доброго. Спасибо тебе. Да. И тебе удачи, чувак. Хорошая игра. Вот такая катка получилась, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Тебе, Магнус, надеюсь, тоже понравилось. Спасибо, что смотрел. Буду рад тебя видеть на бусте. Удачи, братишка. Всем удачи. Пока. Спасибо за просмотр. Увидимся завтра в 19.00, как обычно. Всем пока.